С 1 октября сурские бани находятся в полупустом состоянии. Температура на улице упала резко, в бане очень стало холодно, и люди не стали посещать баню, и происходят очень большие скандалы. Люди говорят, что здесь можно не только попариться, но и поймать воспаление легких. Все наши действия по поводу создания температурного режима ничем не увенчались. Обычно ежегодно тепловые сети нам включали, по нашему письму, включали 1 октября отопление. А в чем сейчас проблема? Ну, наверное, новое руководство, и как выяснилось в этом году, я для себя выяснил такой факт, что раньше были бани, это социально значимые объекты, а теперь оказывается, что мы не социальные и просто так, их нету в списках. Кто сказал вам это? Это мне сказали в администрации города. Кто конкретно? Главный инженер тепловых сетей Евдокименко. Сегодня наш представитель с утра и до двух часов сидел около приемной, главного инженера тепловых сетей, чтобы как-то прояснить эту обстановку с подачей тепла. И, значит, при беседе, когда она его, как говорится, захватила, он сказал, что бани – это не социально значимый объект, мы вам письменно ответим на вашу просьбу о включении отопления, и радуйтесь, если вообще будет в этом году зимой все нормально с отоплением и с пароснабжением бани. А вы скажите, пожалуйста, вы платите сами-то за... Да, мы ежегодно платим, и они это не отрицают, значит, то, что мы платим по факту. То есть долгов у вас нет? Долгов никаких нет. Если мы их просим включить с первого, значит, с первого они выставляют нам счет, и мы по этому счету 100% делаем оплату. Почему в этом году это произошло, но для нас это дикостью стало? И чиновники вам не объясняют, почему? Ничего, он сказал, что вы не социально значимый. То есть вы и так себе. Два года этой войны с тепловыми медсетями, я понял, что они вообще игнорируют, что такое баня, и что такое люди, которым эта баня нужна, и для них это не существует. Они совершенно не понимают, что сюда ходят пенсионеры, что у многих нет воды там в домах, и все, это их для них не волнует. Знаете, я думал, сперва, когда вот был Баженов, что-то там такое крутилось, но сейчас у нас губернатор хороший, и чувствуется все это. А вот что-то, видать, где-то какие-то винтики остались, понимаете? Может, что-то меняется, весь маховик, а какие-то болтики и винтики остались, и они никак не хотят отпустить их. Продолжение следует...